Яна Ивановна Владимировна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Российской Истории Академии Наук. Я представляю здесь команду историков, по-моему, немногочисленных. Прежде всего, конечно... Слышно? Да, слышно. Да, прежде всего, конечно, огромное поздравление Вячеславу Сергеевичу. Труд не только, ну, как обычно, сколько пишут книгу, 5-6 лет. Это труд всей жизни, который логически продолжает то, с чего он начинал, как, конечно, выдающийся кинодокументалист и его шедевр, я считаю, этот фильм, который показали сначала эти отдельные части. Но я имела счастье видеть этот фильм. И мой коллега, ныне покойный, выдающийся советский ученый Александр Александрович Преображенский, автор, кстати говоря, одного из лучших учебников по отечественной истории. Вместе с Рыбаковым, который сейчас незаслуженно забытый, вот он помогал спасти фильм, пробить через эту чиновническую стену, которая, в общем-то, Вячеслав Сергеевич, она понятна. Потому что это была волна, которую начал в значительной степени будущий прораб перестройки Яковлев, написав свою статью, по-моему, она была в литературной газете, о псевдоисторизме, о псевдопатриотизме. Это был сигнал, команда третировать историков, художников, писателей, те, кто прославляют русский патриотизм, отдают ему дань. И это коснулось и представителей исторического цеха, и представителей художественного цеха, и так далее, и так далее. То есть наш будущий прораб перестройки действовал в определенном направлении, а дальше, спустя годы, развивался уже на новой почве, на новой основе. Здесь очень хорошо говорил Николай Николаевич Лисовой, наш замечательный историк, о том, что Суворов это не единица, а это часть нашей замечательной военной истории XVIII века. А я добавлю, развивая эту тему, что это часть великого XVIII века в целом, которому дал импульс Петр, и который так талантливо, при этом практически мирными средствами развивала Екатерина Великая. Да, в стране и законодательство, и территориальное разделение, прирастив наши территории, выйдя к Черному морю, и так далее, и так далее. И если пользоваться такой орнитологической терминологией, то мы говорим всегда «птенцы гнезда Петрова», и мы понимаем, о ком идет речь, и мы говорим «екатерининские орлы», и мы понимаем, что в ряду этих орлов великих, и Потемкин, и румянцев, и ушаков, и так далее, и так далее, одно из первых мест занимает, конечно, наш великий Суворов. То, что сказал Наполеон в мемуарах о Суворове, это совершенно логично для западного подхода. Я вот занимаюсь в последнее время российско-русско-французскими связями, и при всем уважении к нашим французам, которые к нам дружественны, к той части историков, мы видим, что всегда будет очень часто отношение как к варварам, как к людям другой, они не употребляют слово «цивилизация», «цивилизация» — это их термин. А здесь варвары, которых можно, опираясь на нормандскую теорию, как мы не способны к государственности уничтожать, двигаться по этой территории, этим руководствовался Наполеон и Гитлер, как мы знаем, нормандскую теорию вытаскивали в любое время, она всегда была нужна, когда нужно было объяснить экспансию. И поэтому такое отношение к Суворову. Я хочу сказать, что Суворов, конечно, завершает этот блистательный XVIII век, совершенно уникальный, потому что мы видим и выдающихся художников в Екатериническое время, когда расцветает русский портрет. Мы видим изумительных архитекторов русских, которые выросли на иностранной почве в значительной степени. Мы видим изумительную русскую литературу, которая подготовила появление Пушкина, гениального. И мы видим великого Суворова, от его школы, как мы знаем, пошел Кутузов, и дальше торжество русской военной науки. И еще один момент, на котором бы хотелось остановиться. Здесь Вячеслав Сергеевич говорил о несправедливом отношении к Суворову вот в первые годы после советской власти. Ну, что говорить? Наша наука, историческая наука, предельно политизирована. Мы, как бы сказать, ну, вот работаем в таком пространстве, в таких обстоятельствах. Как тут нужно вести себя честному человеку? Надо прежде всего идти от фактов. Как говорил Александр Александрович Преображенский, не заранее создавать концепции и в них вбивать то, что тебе выгодно, а изучая документы, строить уже собственный взгляд на историю. И то, что произошло в 20-е годы, когда царила школа Покровского, когда, утверждая новые начала в гуманитарной сфере и прежде всего в исторической науке, выплескивали с водой ребенка. Я напомню статью Ленина, детская болезнь любезны в коммунизме. Мы все это, историки, изучают эпоху, ощущаем, знаем, но затем, это всегда логично, так бывает, маятник пошел в другую сторону. И то, что сделал Сталин с его, как говорится, ближайшим окружением в начале 30-х годов, это ознаменовало радикальный поворот в деле пропаганды, воспитания молодого поколения, подготовки к новой войне, которая совершенно очевидно ожидалась. Вот значение этого поворота. И здесь фигура Суворова была чрезвычайно важна, потому что именно со знаменем Суворова и Кутузова, как говорится, и шла Великая Отечественная война. И эти слова упомянул Сталин в одной из первых своих речей после начала Великой Отечественной войны. И дальше, вот, как говорится, хрущевский период, вот опять маятник в другую сторону, потом вот эта яковлевская пропаганда. То есть Александру Васильевичу не везло, как многим из наших выдающихся государственных деятелей, военачальников, революционеров, как говорится, писателей, кого угодно можно называть. Но ведь он с нами, он остался на огромной высоте. И труд, который сделал Вячеслав Сергеевич, и как замечательно здесь выступали наши товарищи коллеги, они показывают, что вот эта пыль, шелуха историческая, псевдоисторическая, она отвалилась, отпала от этой великой фигуры. И я надеюсь, что теперь уже никакие другие маятники ни в какую другую сторону не пойдут. Хотя, конечно, слаб человек, мы это все с вами знаем. Но мы потому здесь все, чтобы поддержать и поздравить Вячеслава Сергеевича, и высказать надежду на то, что он сделал, уже как бы незыблемо, непоколебимо. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ